Добрый день! Сегодня для портала Экзегет мы записываем ответ на вопрос о различии Ветхозаветной Субботы и Христианского Воскресения. Перед вами священник Иоанн Терауц, магистр богословия и преподаватель Ярославской Духовной Семинарии. Итак, дело в том, что в 20 главе книги «Исход» Пятикнижия Моисеева мы читаем с вами о заключении завета Бога Яхве и Израиля на горе Синай. Среди десяти заповедей одна из них, относящаяся к отношению с Богом, гласит следующее. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Идея субботнего дня простирается и далее в законах о субботнем годе и о юбилейном годе. Так, каждый седьмой год израильтяне должны были давать земле отдых и не засеивать ее. За это, за исполнение данного закона, Господь обещал давать им урожай много больше, чтобы его хватило и на субботний год, и на следующий за ним год. Далее были юбилейные годы, в которых это седьмой, это пятидесятый год, то есть когда проходило семь субботних годов, следующий был юбилейным. В этот год, например, отпускались все рабы на свободу, в этот год земля, которую могли брать в аренду или выкупать на определенный конкретный промежуток времени до юбилейного года, должна была вернуться его владельцу. Но мы видим с вами на страницах Евангелия случаи, когда Господь нарушает такое формальное исполнение субботнего покоя. Сегодня мы тоже видим с вами, что в Израиле, в сугубо иудейской стране, конечно, которая включает в себя ряд иных религиозных культур, суббота сохраняется с особым тщанием. В этот день, например, не работают лифты, есть такие шабатные лифты, которые останавливаются на каждом конкретном этаже. То есть исполнение субботы является очень важной составляющей иудейского религиозного исповедания. В то время как для христиан и воскресный день, и субботний день мы с вами себя так не ведем. Мы с вами все равно занимаемся обычными своими делами. Почему так? Почему установление вечное или, например, 10 заповедей, которые часто приводятся нами как некий нравственный ценз, приводятся многими христианами, многими околоцерковными даже людьми, как некий такой нравственную высота и уровень, вдруг субботний покой мы не соблюдаем. Дело в том, что мы видим в этом пример Христа Спасителя. Внешнее соблюдение субботнего покоя – это то, чего явно не всегда делал Христос. В Евангелии мы встречаем ряд событий, когда ученики, например, срывали колоссия, перетирали их, что по тогдашнему раввинистическому учению считалось предосудительным. Дело в том, что субботний покой вообще отличал израилетян от всех остальных. Делал их, как сказано в книге Левит, «будьте святы, потому что я свят». Это выделяло их и ставило их в некую такую отдельную касту людей, которые исполняют субботний покой. Но в Новом Завете эта заповедь не повторяется второй раз. И более того, как уже было сказано, Господь не раз исцелял в субботу, исцеление сухорукового, например, или исцеление расслабленного, которому Господь повелевает взять свой одр и идти в дом свой. Но ношение постели было запрещено тогдашними правилами о субботнем покое. Господь доводит идею субботнего покоя до некоторого такого абсурда и говорит о том, что Он есть Господин субботы. Он также говорит о том в Евангелии от Марка, что не человек ради субботы, а суббота ради человека. Это удивительные слова, которые ставят человека в некое другое отношение к религиозным постановлениям. И для христианина каждый день должен быть посвящен Богу. Если для древнего человека достаточно высоким уровнем его духовности было хотя бы один день в неделю посвятить Бога мыслью, молитве, хождение в синагоги, что касалось уже такого периода послепленного, то для христианина не нужно особых дней для того, чтобы посвятить их Богу. Более того, во Христе мы видим с вами соединение божественной человеческой природы. Христос освящает и наше с вами человеческое естество. Нашу с вами даже бытовую жизнь освящает Христос своим вочеловечением. Если это так, то все наши действия, какие бы мы ни принимали, они могут быть восприняты через призму служения Богу. Поэтому для новозаветного человека, обновленного Духом Святым, субботний покой не так актуален. Есть еще один аспект прекращения актуальности субботнего покоя для новозаветной церкви. Многие постановления закона Моисеева имели своим долгом сделать Израиль очень консолидированным обществом, выделенным из всех остальных, о чем было уже сказано чуть ранее. Израилетянину было очень сложно исполнять те законные требования, которые предписывались ему Торой, если бы он был вне Святой Земли. Соответственно, это сохраняло единство израильского народа и не позволяло ему соединяться с теми культурами других народов, которые проживали рядом с Израилем или были захватчиками. И субботний покой как раз-таки входил в один из этих важных моментов объединения этого народа. Но для Нового Завета, где уже нет иудея и эллина, раба и свободного мужского пола и женского, консолидация народа в определенных конкретных границах государства не является важным аспектом. И поэтому христианские общины распространяются не только на Израильскую землю, на землю Палестины, но и на все остальные народы, принимая их культуры, христианизируя эту культуру. И из-за этого преломления культурного во Христе мы с вами видим очень единую церковь, но в то же время разноликую церковь с разными традициями и практиками. Субтитры создавал DimaTorzok